Смерть либо медленная, либо быстрая. ЧВК Вагнер воюет заключенные с ВИЧ, и в украинском плену они рассказали, что их вербуют, обещая дать лекарства, которых нет в колонии. При этом гарантии в оказании медицинской помощи все равно нет, пишет в своем материале издание The New York Times. Сами вагнеровцы говорят о том, что многие сослуживцы и медики, боя заразиться, часто просто не оказывают им первую помощь. Нередко ВИЧ-позитивные наемники, попав в больницу, проходят лечение в общих палатах, и врачи халатно относятся к тому, что другие пациенты подвергаются риску. Не было никаких условий для тех, у кого ВИЧ. Нас лечили всех вместе, здоровых и больных. Евгений, наемник ЧВК Вагнер, ВИЧ-позитивный. В интервью изданию The New York Times. Но главное для наемников ЧВК Вагнер – это выжить на поле боя. Задача сложная, ведь, как говорят попавшие в плен вагнеровцы, относятся к ним как к пушечному мясу. В то время брали бассейн. В этом бассейне полегло за вечер 200 человек. Буквально за вечер там группу за группой на бассейн отправляли. То есть потерь сразу у зэков стало очень много. Ну, естественно, приказ был – Вагнер не отступает, должен идти вперед. А знаете, что я вам скажу? Если вас будут набирать сюда за деньги, за свободу вам обещать, не идите сюда. Здесь ад. Вы погибнете просто. А тех, кто не погиб на поле боя, могут расстрелять свои же. Об этом рассказывают практически все попавшие в плен боевики. Назначают, вот пальцем просто тыкают. Вот ты будешь и все. Показывают, на, разберешься, карта, не карта, и рацию. Все. Им сразу установка такая, если кто-то назад побежит – расстрел. Отдали позицию – расстрел. Переместились – расстрел. Сама ЧВК «Вагнер» находится под санкциями многих стран. В частности, Вашингтон признал ее транснациональной преступной организацией и ввел против нее санкции. Представители Госдепа США сообщали ранее, что Штаты работают над нейтрализацией деятельности ЧВК «Вагнер» по всему миру. Анжелика Брушневская для телеканала «Фридам». Поздравляем цикл.